Троицкий Оптин монастырь Троицкий собор Это был главный собор монастыря Единственное то, что он величестный, да Но он самый маленький, тем не менее Есть такое описание Это мысль царицы была, покойная Мария Ильинична Милославской Венчались они с царем Алексеем, она же Болховская уроженка В Успенском соборе Кремля Жили там, молились в Кремле А вот эту идею великолепного византийского храма В старинном вкусе, как пишет летописец Она привезла в Болхов Она хотела сделать внизу склеп, усыпальницу Заложен собор в 1668 году Он самый древний на Орловщине Мы сохранили историческое имя Троицкий, Рождество Богородица, Оптин, Женский монастырь Теперь раньше это был мужской монастырь Он был очень значительный Фактически это была лавра Два креста стоят на алтарях взорванных храмов 14 алтарей было Батюшки говорят Что у нас одни праздники? Да Ну мы читаем Акафисты, им тропари Их нет На земле Вечности они есть И мы все понимаем, что это такое древнее намоленное место Там, видимо, много исхемников лежит в этой земле И вот эти кресты освещают эту нашу пустынь Она ведь так и называлась – Оптина пустынь И наш монастырь даже был более известен, чем Козельская Оптина пустынь По преданию основан одним и тем же человеком, раскаившимся разбойником по кличке Опта Он постригся потом Храм строили 29 лет У нас есть описание алтарной преграды Иконостас 1801 год Нашли в архиве древних актов в Москве Там написано, что двери царские, с короною, местами золоченые, с виноградной лозой, просечные А документ 1924 года говорит о том, что они вылованы и увезены в музей без ущерба для службы Страшная, конечно, участь постигла монастырь, да и Болховские церкви, весь город В Тройский собор была тоже заложена взрывчатка Но кто-то бежал по лугу, когда отменили этот указ Махал руками, и вот эти знаки поняли и остановили И одной нашей сестре во сне приснились слова Как молитва вот из вечности пришла Спаси Господь собор, спаси Святая Троица, спаси Сбери все слезы Богородицы Круси Умой народ, открой глаза, спаси Страшное сквернение произошло после революции Монасыр был закрыт в 1924 году Могилы просто вытряхивали по оврагам А в гробах, в крепких таких богатых дубовых гробах Рубили капусту, крапиву для скотины, зерно И даже стирали детям белье Мы нашли из 120 таких значительных захоронений Только единичные могильные плиты И то они на своих местах А некоторые нам просто люди выковыривают Из-под стен фундамента по углам стали Чтоб крепче стоял семейный дом Красный смерч разметал жизнь древней обители Опустошил ее храмы и стены Во время Великой Отечественной войны Монастырь в ходе боев, как генеральная высота Семь раз переходил из рук в руки В последующие годы строительства социализма В обители было разрушено остальное Церковная утварь, иконы, святыни обители Частично сохранились в рождественском храме Болхова Уцелела и чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери Сколько слез и молитв излилось у этого образа Во время гонений, оккупации, бомбежек Сегодня святыня вернулась в Оптин монастырь Была одна-два года, но я не боялась Я туристка в прошлом И когда меня благословили, я с легким сердцем пошла Мне дали 300 рублей, и я пришла сюда Как говорят монахи Командировку на всю жизнь Монастырь был разрушен, меня даже постригали в Шамардина Здесь все, такая белая безмолвие пустыня Заснеженная была, 40 градусов мороза Жила я в домике около монастыря Полуземляночка-развалюшка Но мне ничего особенного не надо было Я ходила на монастырь, я молилась, читала Акафист Плакала больше, чем молилась, наверное У меня даже свечек-то тогда не было Я, главное дело, не осознавала всех размеров Большого своего послушания И поэтому я так и взялась, и рьяно задела И помню, очень интересный был момент Лет за 25 до того, как меня благословили Вот в 2001 году Еще в той мирской жизни Я выходила второй раз замуж И моя подруга Болховская пригласила меня в Болхов И мы поехали Она мне хотела показать свои святыни А я не понимала их значения И вот когда мы приехали на Троицкий общий монастырь И когда мы вышли Это была ранняя весна И меня поразило обилие черных птиц Вот халки, голуби Они все всколыхнулись Вот это черное облако Закричали, загалдели И вылетели из красного храма, освященного солнцем Прямо на просвет Сердце как-то у меня дрогнуло А еще, когда мы вошли Вот эти заросли, огромные репеник В два человеческих роста Я так с негодованием закричала Ну что это такое, что это за безобразие Тут надо все сжечь, надо все вырубить Тут надо навести порядок А вот мы туристы вот соберемся Вот приедем с палатками встанем И все это выкосим, сожжем И наведем порядок Прошло 25 лет И наши первые федеральные деньги пошли Стройка, мы вошли в программу И подрядчик мне говорит Так матушка завтра привезут столбы Устанавливать свет Что бы ты выкосила, значит, машина не пройдет Вот эти заросли Я это ужаснулась и начала косить Косить я не умела И я раз десять воткнулась все в маху косу Вот На одиннадцатый раз я ее так выгнала, что не могла вытащить Тут был камень Оказалось, что он могильный Его волочили, да бросили, меня осилили Села я на этот, упала и расплакалась И сама себя успокаиваю Ничего, ничего, мы тут наведем порядок Мы тут наведем порядок Ну вот И вспомнила Меня как Пронзила Эти слова Я их кричала 25 лет назад Когда мне было то есть Большое Простите Вот Ну, видно, Господь мне дал возможность Вести порядок В 2003 году началось активное строительство Монастырь был включен в федеральную программу По восстановлению памятников архитектуры Малых городов России Ныне на территории 700-летней обители Уцелел лишь уникальный Троицкий собор И часть монастырской ограды С башнями и вратами По сохранившимся архивным фотографиям и чертежам Создан проект ограды и врат Украшающих монастырь много веков По крупицам воссоздается то Что было так безумно разрушено Обитель нуждается в помощи Но насельницы монастыря не унывают С усердием трудятся и уповают на Бога У нас пять человек Все настоящее И скорби, и радости, и труды Труд – это необходимые условия Особенно для новоначальных Вот Молитву надо стяжать К молитве надо привыкнуть Молитву Господь дает А трудой была бы совесть До руки, до здоровья Здоровье тоже надо беречь Кто говорит Монастер пришел, береги здоровье На всю жизнь пришел Не на один день Ну вот мы стараемся всему этому следовать Вот А то, что если кто-то скажет Может, не женские, не посильные Вряд ли Сила Божьего немощи совершается Это правда Мы это на себе видим Невозможно такую махину Взорванный монастырь Два гектара Один из семь Взорванных построек Я в Москву, когда привожу фотографии Мне говорят, зачем это раскопали Два храма взорваны Четыре корпуса Все службы Ограда разрушена Вот и горсочка слабых женщин Но Место это посвящено Матере Божьей Матерь Божья считается игуменем всех на свете монастырей Мужских и женских И она нам помогает Мы возобновили пение Акафиста Параклисис по-гречески Канон с Акафистом Тихвинской иконой Божьей Матери Икона Божьей Матери Явилась близ нашего монастыря На трех соснах Ранее 1620 года Все знают про Тихвинное явление Тихвинской иконы И мало кто знает, что Волхове свое явление Святая святыня И царем даже была установлена трехдневная ярмарка Все продавали От пеньки до малины, которая поспевала Вот старожила, которым сейчас по 90 с лишним лет Они еще помнят, как детьми бегали на эту ярмарку Паломников мы почитаем Теперь уже нет туристов Все ищут Бога И время еще искать, как не в таких древних намоленных местах У нас святыни, в Волхове много святынь Да и народ волховский, богомольный Это ничему, что сейчас Такая вот эта тонкая пленка Этого гной Это все Господь сотрет скорбями Своей милосердной рукой Потом утешит А в сердце и русский народ, и волховичи С Богом Это очевидно Вот и паломники тоже приезжают Они хотят Причаститься и прикоснуться к этой святыне Приезжают к Матери Божией Оставляют записки Приезжают со скорбями Просят как-то помочь их разрешить Да и само место, наверное, располагает Вот к молитве Все говорят, какая у вас тишина Какая благодать И все говорят о том, что Это уголок, ну, Святой Руси Которая здесь, в Волхове, сохранилась Настоящая Россия Глубинная Россия Вот и мы, конечно, приглашаем Всех, кто хочет почтить наши святыни Кто хочет здесь помолиться И потрудиться И, конечно, приглашаем Если кто хочет Остаться в нашей пустыне Минастры, конечно, это Смирение Терпение И послушание Уходили из мира Именно, чтобы молиться за весь мир И вот эти стены наши Хоть разрушены Но они и есть Вот эта Мистическая Вот эта преграда Которая Это остров Наш преподобный Макарий Наш святой настоятель Говорил Когда ходил к бачке Серафиму Саровскому За благословением И тот ему предсказал Многоскорбный путь И сказал Есть такой остров Где твое место Когда приехал И видел, что монастырь С трех сторон Окружен Такими резкими Крутыми обрагами Стоит на холме Вот Путешественник один пишет С колокольни весь город видать А Болхов издали картина Вот Это действительно картина Но это Как подворье небесное Наш монастырь Вот как проекция Из города Иерусалим Любовь 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 Потому что Небалная Любовь 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 Продолжение следует...